Привет, мои биатлонные друзья! Всех любителей биатлона поздравляю со стартом сезона! Сегодня прошли сразу 4 гонки, которые представляют для нас достаточно большой интерес. И поговорим о них по порядку, как они проходили. Я имею ввиду старты Кубка России в Тюмени и Ханты-Мансийске, и старты Кубка IBU в шведском Идре. В Ханты-Мансийске результаты мужской гонки показали, что те спортсмены с централизованной подготовки, которые не попали ни на Кубок Мира, ни на Кубок IBU, а я имею ввиду достаточно титулованных Максима Цветкова и Семена Сучилова, они сейчас находятся не в той форме, чтобы на что-то серьезное претендовать, и оказались в тени других спортсменов, выступающих на всероссийских стартах. Победу в мужском спринте в Ханты-Мансийске одержал спортсмен из Удмуртии Виктор Плицев. И, кстати, это показатель хорошей работы команды этого региона, потому что ранее на контрольных стартах себя хорошо проявили другие удмуртские биатлонисты. Александр Поварницын и Ильнас Мухаммедзианов, причем Мухаммедзианов и Плицев проходили подготовку со старшим тренером региональной команды, Ильшатом Нигматулиным, и, конечно, мы видим это работа, качественная работа тренера. Что бы там ни говорили отдельные руководители СБР про то, что Нигматуллин это всего лишь какой-то лыжник, но мы видим результаты реальные у этого спортсмена, а не то, как пытается господин Шашилов и его окружение представить работу этого специалиста. Второе место занял Рустам Каюмов, спортсмен из Ямала-Ненецкого округа с одним промахом, но замкнул тройку лучших Ярослав Костюков, представитель Ленинградской области, который отметился, кстати, и на летнем чемпионате мира, ну и здесь мы видим на Кубке России, то есть после выхода из юниорского возраста это, возможно, у него лучший сезон. Что же касается наших опытных и прославленных, то Цветков с трудом попал в десятку с тремя промахами, также неудачно выступил и Михаил Первушин, подающий надежды молодой спортсмен, а Сучилов разделил 17 место с Денисом Таштемеровым, и, конечно, две минуты проигрыша Таштемерова и один круг штрафа, это совершенно не тот результат, на который мы рассчитывали после его блестящих летних выступлений, пришла зима и что-то сбилось в этом ритме, что-то пошло не так. И, конечно, такое выступление перспективного молодого биатлониста, оно беспокоит. У женщин сюрпризов меньше, то есть меньше незнакомых, мало знакомых имен на вершине протокола, но, тем не менее, борьба получилась интересная. Победу одержала Маргарита Васильева, которая с одним промахом обогнала всех соперниц. Я думаю, что если дела на Кубке АБЮ пойдут так же печально, как было сегодня, то Маргариту, может быть, имеет смысл везти уже в Австрию на ротацию, потому что там, ну, вернемся, в общем, к этой теме, здесь Васильева выступила уверенно, уверенно выступила и Виктория Сливко. Два промаха на стойке, конечно, многовато, но, тем не менее, она ходом отыграла все это и на последнем круге опередила Анну Никулину в борьбе за второе место, ну, а Елизавете Каплиной чуть-чуть не хватило, чтобы попасть на пьедестал. То есть мы видим все одни и те же имена и фамилии. Ну, единственное, не попало Егорова, конечно, и Акимова, сделавшая по два промаха в шестерку лучших, но тут у Акимовой объективная причина – это болезнь. Перенесенного Егоровой. В принципе, такая нестабильность, она ближе к концу сезона разбегается. Ну и, конечно, по поводу Тюмени не могу не выразить недовольства. То, что не было трансляции в Севедате, и связано это с тем, что соревнования проводились на верхнем стрельбище. Внизу только работали снежные пушки, только все это готовилось, но неужели такой регион мощный, такая арена, не могли все подготовить до старта соревнований. Но, как выяснилось, там холода пришли только сегодня, то есть было достаточно холодно и в Тюмени, и в Ханты-Мансийске, и получается, по итогу, ну, в гонке преследования обещают уже нормальную, качественную графику. Вот, что касается наших всероссийских стартов. Что же, если говорить о Кубке IBU, то сегодня остались без медалей, как мне написал коллега из другой страны, что ваши уже и на Кубке IBU не могут ничего выиграть. Но вынужден признать правоту здесь, коллеги, потому что, действительно, соревнования получились разочаровывающими. Но, что хочу отметить, какая все-таки невероятная конкуренция на этих соревнованиях. То есть, то с лишним участников, включая монголов и представителей других экзотических стран, и упорнейшая конкуренция в борьбе за награды. Анастасия Шевченко проиграла победительнице немке Марион Визен Сартер всего 3,7 секунды. И этого не хватило для того, чтобы попасть на подиум, потому что между ней и победительницей вклинились еще француженка Каролин Коломбо с двумя промахами, которая, судя по всему, и станет той самой недостающей шестой спортсменкой в основном составе команды. И украинка Дарья Благшко, которая пытается за неудачу на отборе сейчас взять реванш и тоже вклиниться в основной состав на одном из декабрьских этапов Кубка Мира. Ну а что же наши? Шевченко, в общем-то, здесь промах был последним выстрелом. Могла бы, конечно, выиграть и вообще снять все вопросы. А Благшко тем временем проиграла на последнем круге, при том, что у Дарьи последний круг тоже это не самая сильная сторона. То есть мы видим, что Настя, значит, пока еще не в оптимальной кондиции. Да, она лучшая среди наших. И вообще стоит отметить, что Шашиловские еще хотя бы более-менее что-то показывают. Но группа Куваева – это просто полный ахтунг. Ребята, стрельба как разладилась у Носковой и Гербловой, которые вообще никуда попасть не могут. Это ведущие спортсменки этой группы. Что говорить о неведущих? Они ведущие, они вот как Егорова. Застряли где-то в середине десятки на Кубке России. Так получается, чем занималась вообще группа Куваева? Если там такой великий тренер по стрельбе, как Спиридонов занимается, которого отсюда повыгоняли, и он, ну, видим мы, как у него стреляют спортсменки. То, что сам Куваев ничего не подготовил, но тоже результаты говорят сами за себя. И на отборе, и на первых стартах, и Кубка России, и Кубка IBU. То есть такое впечатление, что резерв у нас решили угробить окончательно. При Коновалове и Гербулова, и Носкова-Машкова смотрелись гораздо интереснее, чем сейчас, и другие спортсменки себя проявляли. Единственное, был у него вот один косяк на чемпионате Европы. Серьезный косяк, за который, видимо, и убрали. Но в целом, если сравнивать тренерскую работу Коновалова и вот этой вот молодой тренерской крови, которую там с подачи нуждого пытаются как-то у нас пропихивать в состав сборной, но это уже уровень никуда не годится. И мы видим, что нехватка тренера, то есть там получается Мохамбетов, Куваев, Спиридонов, всем до 30 лет. Нет ни одного опытного наставника, который мог бы что-то посоветовать, скорректировать. И команда оказывается просто на дне. Дальше, если мы берем функциональную подготовку, ну у всех идет просадка на последнем круге. Это касается, причем, и Шашиловских. То есть и Шевченко проиграла, и Буртасова проиграла, то же самое. При этом она медленно, долго стреляла на лёжке, непонятно по какой причине. И Дербушева начала, в общем-то, неплохо за здравие. И даже до последнего круга претендовала на какой-то результат, но на последнем круге проиграла просто уйму времени. Даже Гореева, которая начала гонку с лучшим разгоном, на лёжке получает три промаха сразу. Спрашивается, как её пристреливали. Вообще, есть тренер по стрельбе в этой резервной сборной. Как может такое быть, что лучшая спортсменка приходит с ходу, три промаха и гонка закончена. И уже на последнем круге Гореева доезжала с трудом и проигрывая много времени. То есть, ситуация с женским резервом, конечно, ужасная. Ужасная. Просто 47 место Носкова, 68 место Гербулова. Это лучшая в группе Куваева. Буртасову мы берём за скобки, она как бы сама по себе. Но при этом и она по сравнению с собой прошлого года сильно очень сдала. Переходим к мужской гонке. И там тоже невероятная была интрига. Правда, боролись только за тройку лучших. Немцы Лукас Фрадшир и Йоханнес Кюн. И норвежец Свера Даля Аспенес. Все сделали по одному промаху и разделили их друг от друга десятые доли секунды. В итоге Фрадшир выиграл. Кюн стал третьим. Хотя тот же наш Василий Томшин, можно сказать, в одни ноги с Кюном прошёл. Занял пятое место. И вот он, пожалуй, единственный, кто сегодня может занести эту гонку в актив. Потому что очень достойный ход. Но два промаха, конечно, многовато. Александр Поварницын выступил в свою силу. То есть надо понимать, вот эти вот всё-таки его перетряски туда-сюда сыграли свою роль. Но бежал он не так быстро. Он проиграл на последнем круге Томшину. И отвалил на девятое место с одним промахом. То есть, в принципе, говорить о том, что Александр прям готов к Кубку мира, я бы не стал. С другой стороны, отбор он выполнил. Но надо всё-таки посмотреть, я думаю, другие гонки. То есть без подиума на Кубке IBU вести его пока смысла нет. Антон Бабиков 12 место занял. Что порадовало? Ход держит. То есть, в принципе, все круги прошёл с одной и той же скоростью. Не порадовала стрельба, не характерная для Антона. И всё-таки скорость, она хоть и стабильная, но не быстрая. Поэтому вот 12 место. Примерно в ту же силу выступил Ильнас Мухамедзянов. Стрелял он чуть медленнее только. Соответственно, занял 13 место. Но для него ещё надо закрепляться на Кубке IBU. То есть, вот этот уровень для него пока это уже шаг по лестнице вверх на одну ступеньку. И нужно тут показывать результаты, пробиваться в десятку лучших. В принципе, с двумя промахами это неплохой результат. Я думаю, у Ильназа всё может ещё получиться. Ну и, наконец, последний из наших худший результат показал Кирилл Стрельцов. 62 место и 5 промахов. Стрельба такая же безобразная, какая была на отборе. Я не знаю, что у них происходит. Тут даже можно параллель провести. Игорева и Стрельцов, представители Московской области. И у обоих со стрельбой полный швах. Ну, Кириллу дали уайлдкард. Если он, конечно, будет и дальше так выступать, то тоже, соответственно, возникнут вопросы относительно его нахождения даже во второй команде. Ну и, наконец, Никита Поршнев не вышел на старт из-за лёгкого недомогания. Ну, простудился, видимо, приболел немножко. Подробностей я не знаю. Там тоже, как бы, всех секретов тренеры рассказывать не будут. Но, надеемся, не ковид. И надеемся, что он примет участие вскоре в других стартах. Но, опять же, обращаю внимание на менеджмент СБР. Здесь я считал и считаю, что это неправильно, что не брали запасных. Хотя бы одного на две команды. 13 человек надо было везти в Европу. Сделали бы своевременно замену. И всё было бы нормально. А то, что Поршнев не сможет бежать, стало известно ещё вчера. Поэтому его в последнюю группу и засунули. То есть, вот так у нас стартовал этот сезон. Будем надеяться, что дальше будет лучше и пойдут медали. В выходные смотрим и Кубок мира, и Кубок IBU. В общем-то, на два фронта. Лыжи ещё завтра стартуют. Тоже, кто интересуется, будем болеть. Ну, а на этом у меня всё. Подписывайтесь на наш канал. И не заходите на штрафные круги.